Кто такой Александр Сергеевич Пушкин, где он родился, как жил и что с ним произошло на дуэли? Об этом и не только рассказали библиотекарей имени Пушкина, ребятам из 13-й школы на традиционном литературно-музыкальном концерте, посвященному дню рождения великого поэта. Пушкин – это гений, который, я думаю, пройдут поколения, и все равно, я не знаю, родится ли еще на нашей русской земле такой же гений в поэзии, как Александр Сергеевич Пушкин. Поэтому, я думаю, что дети должны знать Пушкина и должны знать даже тот язык, который был у Пушкина. Прошло все-таки много лет, больше 200 лет, когда он писал свои стихи. Это не просто понимать язык Пушкина. Даже сказки Пушкина, они не просты для понимания современных детей. В этом году в концерте приняли участие ученики школы номер 13. Они прочитали стихи Пушкина. А в исполнении воспитанников и педагогов детской школы искусств ребята услышали произведения Чайковского, Гленки, Ракова и других композиторов. На концерте большое внимание библиотекари уделились семье Александра Сергеевича – маме и папе, бабушке и няне. Но больше всего детям запомнилась история об отношениях маленького Саши с его старшей сестрой Ольгой. Когда вся семья собиралась на бал, Ольге шили желтое платье из старого материала. Девушке платье не понравилось. Она его не захотела одевать, я одела синее платье. Они дальше ругались, что надо одеть желтое платье. Но она сказала, я лучше повешусь, чем одену то платье. И Пушкин очень хотел поехать туда. И поэтому он там взял у мальчишки гвозди и молоток и начал бить в стену. Вот с помощью этого так они и поехали на пол. Библиотека имени Пушкина носит имя поэта уже 16 лет. К дате сотрудники приготовили для юных читателей массу интересных программ. Например, этим летом дети смогут принять участие в громких чтениях, мастер-классах, а также посетить игры дворянских усадьб, которые уже стартовали в библиотеке. Посетить их может любой желающий с 9 до 18.00. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 17 38 без возрастных ограничений.